Сегодня по лентам информагентства разлетелась весть о том, что следователи пытаются напасть на след новых жертв, полгода как арестованного сексуального насильника и убийцы 1982 года рождения. Ряд СМИ уточнил, что речь идет о екатеринбургском токаре Алексее Фалькине, на совести которого как минимум одно громкое гнусное злодеяние. Весной этого года жертвой его стала молодая и красивая женщина из Верхней Пышмы Ирина Вахрушева. Вечером 15 апреля она шла к подружке, живущей в доме по соседству, разговаривала с ней по телефону. Пока из тьмы, возле дома на улице Уральских рабочих, не выскользнула зловещая тень и затащила женщину в подвал. Точнее, подвал оказался закрытым на замок. И насильник обездвижил несчастную женщину электрошокером. Сексуально надругался над ней, потом зарезал и ночью в багажнике своего Рено Логана вывез в темный дремучий лес за городом и там закопал. Во время ареста Фалькин пытался убедить судью в том, что на злодеяние его толкнули психические отклонения, гнусные мыслишки, от которых он якобы не может избавиться. За свою жизнь я много преступлений совершил. Заявил насильник и убийца, который в прошлом году вышел из тюрьмы, где мотал срок за изнасилование. У силовиков появились основания подозревать злодейского токаря в серии изнасилований, которые с 2004 года четыре года подряд пугали жителей Уралмаша, особенно тех, кто живет возле парка Победы. В свое время жертвы насильника почему-то не обращались куда следует, чтобы пусть запоздало, но все же исправить этот перегиб. Следствие просит возможных жертв насильника, окровавленные руки которого иногда тянулись, и к станку токарному, если что, обращаться непосредственно в третий отдел по расследованию особо важных дел СКР, на счерсу 18, или же позвонить по телефону, который у вас на экранах. Конфиденциально силовики гарантируют. Продолжение следует...